Итак, в этом видео мы посчитаем простую безраскосную ферму из одиночных уголков. Итак, для начала нарисуем эскиз фермы. Переходим в архитектурный верстак, выбираем инструмент ферма и вытягиваем ферму необходимой длины. Теперь настроим внешний вид фермы. Ферма у нас будет треугольная, поэтому зададим высоту в конце и высоту в начале. Выставим количество панелей, сечение стоек и сечение поясов. Вот эскиз нашей фермы готов. Далее, чтобы превратить его в расчетную схему, с ним нужно выполнить некоторые преобразования. Сначала идем в парт и делаем ее простую копию. Потом переходим в драфт и делаем даунгрейд простой копии. Далее удаляем все лишнее, включая раскосы. Далее удаляем все лишнее, включая раскосы. В нашем расчете мы будем использовать конечные элементы пластин. Чтобы сгенерировать соответствующую сетку конечных элементов, нужно преобразовать объемные части в наборы поверхностей. Для этого делаем следующий даунгрейд стоек и поясов. Те, кто передумал и решил делать ферму из труб, на это может остановиться. Я же продолжу удалять все лишнее, пока не останутся только уголки. Эти части нам понадобятся при моделировании опор. А еще мы их используем для заполнения вот этих вот промежутков. Давайте их тогда скопируем. Также они нам создали ребра на узлах, на которые мы будем прикладывать нагрузки. Теперь снова идем в парт. Выделяем все части фермы. Выполняем болевое слияние. Переходим в МКИ. Добавляем контейнер с расчетом. Решатель по умолчанию Calculix. Создаем сетку конечных элементов. Чтобы сетка была прямоугольная, в свойствах выбираем алгоритм DelQuad. Задаем плотной сетке. И нажимаем применить. Добавим материал. Это у нас будет сталь. Это поле оставляем пустым, что значит всем элементам будет назначен одинаковый материал. Добавим толщину вставкам на опорах. Поскольку один из размеров опор у нас будет равен нулю, так как закрепления будут накладываться на линию ребра, чтобы избежать нежелательной концентрации напряжений, она должна быть достаточно большой. Добавляем вставки в список и нажимаем ОК. Добавим толщину уголкам. Этот список оставляем пустым, что значит всем оставшимся элементам будет назначена одинаковая толщина. Добавим закрепление. Выберем и закрепим такое ребро, чтобы уголок мог вокруг него свободно поворачиваться. Добавим собственный вес. Добавим нагрузки на узлы. Они будут состоять из веса покрытия и веса снежной шапки. Все готово к расчету. В настройках Calculix выбираем отображать результаты для пластин, как для объемных конечных элементов, чтобы в результатах на сетке была видна толщина пластин. Далее идем в Calculix, выбираем Static, нажимаем записать файл задачи и запускаем расчет. Расчет окончен. Смотрим результаты. Первым делом проверяем прогибы. Они должны соответствовать визуально-эстетическим требованиям и технологическим требованиям. То есть, деформация не должна мозолить глаз и не должна мешать, например, открываться дверям. Далее проверяем напряжение. Их значения не должны превышать расчетного сопротивления разрушению материала. У меня, кстати, уголок по прочности не проходит. Нужно или шаг ферм уменьшить, либо взять уголок с полками потолще. С прочностью элемента фермы вроде бы как разобрались. Теперь нам нужна информация для закрепления фермы, например, на стене. Это у нас реакция опор и записанная ныне в файле DAT. Вот эти усилия. Вертикальные составляющие и горизонтальные. Они необходимы, например, для выбора длины и диаметра анкерных болтов или, проще говоря, юбилей. Помимо прочности, сжатые элементы фермы нужно обязательно проверить на устойчивость. Для этого в настройках Calculix пишем желаемое количество форм потери устойчивости. Идем в Calculix, выбираем Buckling, нажимаем записать фраз задачи и запускаем расчет. В принципе, проверку прочности и устойчивости можно выполнять одновременно, так как расчет выполняется шагово-итерационным методом. И первый результат расчета – это всегда результаты статического расчета. То есть выдаются усилия и перемещение. Результаты проверки устойчивости записываются в файл DAT в виде коэффициентов устойчивости. Вот они. Если коэффициент больше единицы, то элемент устойчивый. Если меньше, то, соответственно, неустойчивый. Несмотря на то, что прочность уголков недостаточно, все коэффициенты больше единицы. Значит, ферма устойчива. Теперь посмотрим, какими у нас будут формы потери устойчивости. Первая форма – у нее наименьший коэффициент. Значит, к этой форме потери устойчивости она будет наиболее чувствительна. Это выход из плоскости конца консоли фермы. Значит, желательно его раскрепить. Хотя, в принципе, на эти узлы, выходящие из плоскости, будут опираться прогоны, которые будут выполнить функцию этого самого раскрепления. Вторая форма – потеря устойчивости самой длинной стойки решетки фермы. И третья форма – потеря устойчивости нижнего пояса фермы. Вот мы получили всю необходимую информацию для конструирования безраскосной фермы из одиночных уголков. И при необходимости можно также сохранить как картинку. На этом все. Дякую за увал. Дякую за увал. Дякую за увал.